Русская Православная Церковь отметила праздник Ильи Пророка. Как и в прежние годы, в празднике в самом центре Москвы на главной площади страны приняли участие воины воздушно-десантных войск, небесным покровителем которых является святой. По благословению святейшего патриарха Кирилла в древнем Свято-Ильинском храме прошла праздничная литургия, а затем состоялся крестный ход и молебен на Красной площади. Торжества возглавил епископ Воскресенский Савва, викарий Московской епархии. С подробностями Инна Тихонова. Центники отмечают на главной площади страны. Они пришли на Красную площадь, надев парадную форму, медали и ордена, что делают редко. Но День ВДВ – это именно тот самый случай, когда вспоминают боевые подвиги своих сослуживцев и просто встречаются с ними. Все началось в 8.30 по расписанию, но многие пришли заранее, чтобы встретиться с теми, кого давно не видели. Место встречи привычное – в храме Ильи Пророка, в День памяти святого. Многие верующие пришли в храм, чтобы помолиться святому. У церкви можно было видеть и тех, кто уже давно снял форму десантника, и тех, кто только отслужил. Несмотря на разницу в возрасте и разные условия службы, всех собравшихся объединяло одно – школа, пройденная в десантных войсках. Любой десантник, любой человек должен быть, прежде всего, человеком, который соблюдает какие-то каноны уважения, честь, доблесть, совесть. Ну, я думаю, что именно так должно быть. Праздник Ильи Пророка стал традиционным для города Москвы и в этом году отмечает свой первый юбилей. 10 лет с момента проведения первого крестного хода по улице Ильинка, приуроченного к празднику Пророка Ильи, которого десантники считают своим небесным покровителем. Крестный ход по мостовой, усыпанный лепестками роз, выглядит очень торжественно. Рядом идут священнослужители церкви и военнослужащие. На самой Красной площади – молитва. Как говорят десантники, вера – это то, что помогает и спасает их в ситуациях, когда кажется, что уже не на что надеяться. В советское время я там не мог носить свободно крестик и в то же время, и, конечно же, в армии. Но в трудные минуты, как бы вот подсознательно и сознательно как-то в трудные минуты обращался к Богу. К Богу обращался, чтобы он мне как-то вот своими силами помог, дал мне преодолеть какие-то препятствия. После благодарственного молебна пророку Божию Илье на так называемом «лобном месте» состоялось традиционное слово архипасторе к пастве. Праздник, начинавшийся как праздник улицы Ильин, стал праздником всей Москвы. А с учетом того, что воздушно-десантные войска имеют свое присутствие практически по всей России, то можно говорить и о том, что мы здесь, на Красной площади, являемся участниками общероссийских торжеств, связанных с именем пророка Божией Ильи. День ВДВ отмечают практически во всех городах России. Армия тех, кто служил ВДВ, насчитывает около миллиона человек. Именно они, одними из первых, участвовали во многих сражениях в самых разных уголках планеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова